Добрый день, друзья! Меня зовут Константин Горбунов, и это видео – анонс моего интенсива по лендинг-пейдж. 2016 год. Что нас ждет в интернет-маркетинге? Что нас ждет в сфере лендинг-пейджей? Никого, ни для кого не секрет, что в 2014 году лендинг-пейдж получил самый большой резонанс. И как раз в начале 2014 года, ну, наверное, до середины 2014 года выходили самые конверсионные лендинги. После этого, начиная с 2015 года, потихонечку конверсии лендингов всех падали. У всех. Да, есть некоторые темы, конечно же, к которых только сейчас приходят лендинги, но с каждым днем лендингов становится огромнейшее-огромнейшее количество. И мы поговорим о том, как все-таки можно сделать лендинг-пейдж, действительно, который будет продавать. Итак, давайте поговорим о формате интенсива лендинг-пейдж. Это будет двухдневный интенсив по лендинг-пейдж. В нем будет 12 часов, то есть один день 6 часов и еще 6 часов. В 12 часов я постараюсь уложить максимальное количество информации, которые я собрал за 2012, 2013, 2014, 2015 и начало 2016 годов. Теперь пройдемся по программе этого интенсива. Первое, о чем мы поговорим, это о рынках. О рынке вашем, о близлежащих рынках и анализе вообще этих рынков. Анализ конкурентов, анализ их лендингов, анализ их рекламы. С каким предложением они на данный момент выходят на рынок. Все это крайне простые вещи, которые не делают 95% людей. Ведь если конкуренты уже вкладывают миллионы рублей в интернет-рекламу и занимают практически все интернет-пространство, нужно думать головой. Нужно понимать, что первое, обскакать их на первом месяце будет крайне сложно. А вот если действительно на данный момент у конкурентов, у большинства, например, лендинги слабенькие или у всех интернет-магазины, стоит ли вообще вкладываться в лендинги? Может быть, есть смысл сделать интернет-магазин, как у конкурентов? Обо всем об этом в первой части. Вторая часть будет посвящена полностью видам сайтов, лендингов и их гибридам. Что есть на рынке, что действительно круто работает. Поговорим о мультилендингах и прочих трендах интернет-маркетинга. В третьей части мы поговорим о вашей целевой аудитории. Что это за целевая аудитория? Как ее можно охарактеризовать? Можно, в принципе, любую аудиторию охарактеризовать как мужчин и женщин от 25 до 45 лет со средним заработком. Но этого недостаточно. Тем более в 2016 году, как мы знаем, среднего класса становится все меньше и меньше, и работать с ним становится все сложнее, потому что с каждым годом люди становятся более изыскательными, они ищут более интересные предложения. Поэтому нужно правильно собрать свою целевую аудиторию, понять, что ей нужно, и сделать классное, уникальное торговое предложение. Четвертая часть – это основные элементы лендинг-пейджа и сайта. То, без чего, в принципе, не обходится настоящий сайт. Ведь ни для кого не секрет, нужно сделать сайт или лендинг максимально удобным для пользователя, с максимальной возможностью юзабилити. Одновременно на лендинге очень важно иметь не только хорошую юзабилити, но и иметь хорошую, так называемую, call-to-action составляющую, то есть составляющую, которая будет все время призывать к действию. Ну и, естественно, элементы взаимодействия. Также мы поговорим, какие именно элементы лендинга нужно использовать абсолютно всем, а какие элементы лендинга нужно использовать именно вам, в вашем лендинге, в вашей сфере. В пятой части мы, конечно же, поговорим о контенте на лендинге. Очень важные элементы, потому что просто так сейчас накидать информацию и поставить цену, какие-то сроки, это уже, конечно, хорошо, это уже лучше большинства ваших конкурентов, но если у вас не будет составляющей контента, то, скорее всего, социального доверия в вашей лендинг будет иметь намного меньше, чем у конкурентов. А, возможно, у конкурентов даже нет этого социального доверия. Также в пятой части мы поговорим о трех очень важных вещах на лендинг-пейдже, без которых не обходится любой лендинг-пейдж. В принципе, на этом и стоит вся суть. Это, опять же, уникальное торговое предложение, которое нужно правильно разместить на лендинге. Второе, что вытекает из первого – схематичность или последовательность. Это то же самое, что юзабилити, но немножечко с другой стороны. И третье – это копирайтинг, в принципе, объединение всех тех двух моментов и запаковков. Красивые, правильные слова. И цифры, факты и прочее. Шестая часть, одна из моих самых любимых частей – это, конечно же, дизайн лендинг-пейджа. Очень много сказано о дизайнах интернет-сайтов, веб-сайтов, лендинг-пейджа и так далее. Мы поговорим о том, насколько сильно это влияет на конверсию. Могу сразу сказать, что не особо. Мы будем говорить о том, как сделать самый нормальный, обычный дизайн, который будет, во-первых, запоминаться пользователям, во-вторых, он не будет мешать юзабилити, ну и вообще тем трем постулатам, о которых мы говорили. И в-третьих, чтобы он продавал. Ну и, естественно, все это посыпем и поговорим о ценах на вообще веб-дизайн на рынке, сколько он стоит на самом деле. Седьмая часть – это, конечно же, либо верстка сайта, как его правильно сверстать, какие элементы нужно обязательно верстать, думать над ними и так далее. Также здесь мы поговорим о конструкторах, о том, стоит ли их использовать, на каком этапе их стоит использовать. Поговорим о том, вообще, что такое копирование лендингов и так далее. То есть поговорим именно о HTML, CSS, JavaScript и прочем вещам, которые нужно знать, даже начинашке. Ну хотя бы представлять, как это выглядит, чтобы хоть как-то наравне разговаривать, например, с верстальщиком, который будет делать рано или поздно, но все равно дойдете до того, что у вас будет работать верстальщик, и вам нужно будет наравне с ним общаться. Для этого, естественно, нужно писать, уметь правильно ТЗ и выставлять какие-либо задания и ценники на них. Об этом мы тоже, естественно, поговорим. Следующий этап – это, конечно же, навешивание всех счетчиков аналитики. Какие счетчики действительно стоит повесить, как их повесить, что такое ретаргетинг, ремаркетинг. Многие, конечно же, это знают, но об этом стоит еще рассказать и сказать, как правильно их устанавливать. Потому что многие ставят счетчики, например, Яндекс.Метрики, там настраивают ретаргетинг и забывают об этом, даже не настраивая рекламные кампании на ретаргетинг. При этом даже не думая, что можно собирать всю ту же аудиторию и собирать ретаргетинг Яндекс.Директ, ремаркетинг Google AdWords, ретаргетинг ВКонтакте, ретаргетинг Facebook и прочее, прочее, прочее. Конечно же, мы затронем тему АБ-тестинга страниц, как ее делать. Я думаю, многие уже и знают, как это делать, но мы поговорим о тонкостях проведения АБ-тестинга и, конечно же, будем говорить о подстановке заголовков, создании различных мультилендингов и стоит ли за это платить огромные деньги. Или это того не стоит. В каких случаях это подходит и так далее. Поговорим об АБ-тесте честно. Почему во многих случаях АБ-тестинг даже не нужен? Достаточно просто посмотреть на аналитику и понять, что исправить. Также мы поговорим о том, как редактировать лендинг, потому что многие люди начинают не редактировать лендинг, а создавать новый на основе старого. И это, например, очень большая проблема большинства людей. То есть работало-работало и вдруг перестало работать, мы не знаем почему. Мы, конечно же, об этом поговорим. Что-то, друзья, вот такой получается очень-очень интенсивный, интенсив, очень насыщенный. И, конечно же, он будет приправлен очень большим количеством примеров. Естественно, не секрет, что за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 года я создал очень много лендинг-пейджей, которые и работали, и не работали. И разбирался я, почему они работают, не работают и так далее. То есть разбирался во всех вот этих вот аспектах. Каждый год, можно сказать, что каждый год это было практически с нуля, потому что интернет-технологии меняются очень быстро. И, конечно же, какие-то элементы все равно, они двигаются от 2012 к 2015, к 2016 годам, не изменяясь. И эти инструменты с каждым годом, они все эволюционируют, и с каждым разом создать лендинг становится все проще, с одной стороны, а с другой стороны намного сложнее. И для новичков сейчас, конечно, такой сложный момент, потому что вход иногда в нишу крайне сложен, потому что именно многие не могут понять, как начать. Ровно так же, как и люди, которые уже давно делали лендинги, например, в 2013 году, в 2014 году, а сейчас они поняли, что их лендинг-пейдж на данный момент не работает. И да, с этим сталкиваются 80-90% рекламодателей на протяжении, например, одного года, когда нужно, например, каждые полгода что-то доделывать, допиливать на лендинг-пейдж, а иногда и чаще. И как это делать, люди не понимают, потому что, ну, у них нету такой вот базы информационной, потому что они занимаются бизнесом, да им и не надо это знать. Они либо обращаются в компании, либо они должны сделать что-то сами. Но сделать они должны, просто потому что, если они это не сделают, то конверсия их лендинга будет стремиться к нулю. Друзья, вы сейчас на данный момент видите на этой странице цену на лендинг и кнопку, где можно записаться на этот интенсив. Да, цена будет меняться, то есть каждые записанные 10 человек, которые будут проплачены на этот интенсив, после них сразу же цена будет подниматься. Успейте сейчас, чтобы не купить потом втридорога. Экономите свои деньги и получайте максимум информации за минимальное количество денег. А это так, поверьте. Для этого вам необходимо просто нажать на кнопочку «Оплатить», и вы попадете ко мне на интенсив. Что ж, друзья, на этом все. Жду вас на своем интенсиве и успехов!